Всем добрый день! С вами снова Валентина. И сегодня мы поговорим о поделках из природных камней. Итак, смотрите, вот у меня мелкие камешки. Каждый из нас, бывая, отдыхая где-то на морях, видит, что в воде очень красивые камешки, и так и хочется их собрать. Но когда мы их вытаскиваем из воды, то, увы, они высыхают и становятся вот такими невзрачными, и порой мы их часто и выбрасываем, потому что, а зачем нам такие некрасивые камешки? Эти камни я собирала в озере Еловом, это на Южном Урале. То есть мы отдыхали в Челябинской области, а Челябинск это столица Южного Урала. Это я рассказывала вам в других роликах про Южный Урал. Итак, эти камешки были найдены мною в Еловом озере. Не забывайте, что Южный Урал, это все-таки яшмой пояс Урала, поэтому, естественно, вот это, видно, змеевичок у меня, вот это вот яшма, много, естественно, кварца, есть даже вот это, возможно быть, сердолик, многие разные камешки. Эти камешки отшлифовала уже вода, поэтому, отшлифовала вода, поэтому шлифовать их уже не надо. Но полировать, как вы их отполируете, не слишком мелкие, уже нужен специальный какой-то инструмент. Или же, что же сделала я? Вот у меня рядышком, видите, такие же камешки, но только я их вскрыла лаком для ногтей. И у меня получились совсем другие камешки. Видите, как хорошо преобразилась у меня яшма, как засверкал змеевичок, и даже невзрачный кварц, и то приобрел совсем другой оттеночек. Что же можно сделать из таких маленьких камешков? Вот что. Была у меня коробочка. Мне подарили набор парфюмерный, парфюмерно-косметический. Здесь был логотип фермы. Логотип я, конечно, захотела убрать, чтобы его не было видно. Каким же образом? В магазинах для творчества я купила аппликацию, наклеила ее, ну а дальше я засыпала камнями. Взяла клеймастер, засыпала камнями, вот этими вот, которые вы видите, они были покрыты лаком, камешки высохли, я ее вскрыла еще одним слоем лака, и посмотрите, получилась какая красивая коробочка. Но ведь нельзя же такую коробочку выбрасывать, просто жалко. А теперь она уже смотрится как шкатулочка. Это вот, что можно было взять дальше. Помните, я вам в прошлом ролике показывала, как шлифовать и полировать змеевик? И вот тот змеевик, который я вам показывала и шлифовку, и полировку. Вот он. Вот я наклеила на него такие же камешки, тоже они у меня скрыты лаком, когда это все высохло, покрыла еще раз лаком. Здесь я наклеила магнитик, и он славно у меня держится на холодильнике. Рядышко я вам покажу. Это покупной. Покупной в Челябинске мы купили змеевик, а это мой уже змеевик. Но и мой тоже приятен, особенно если подумать, что сделала я его сама, значит он мне тоже особо приятен, эта поделка магнитная. Что же еще можно сделать? Если помните, я показывала вам большой камень, который мы с вами шлифовали. Вернее, вы смотрели, а я шлифовала. Этот камень я решила сделать, из него дерево счастья. Вот. Я из бисера сплела веточку сирени и взяла этот мой камешек. Но осталось только пробить дырку. Вот тут и оказалась проблема. Стали мы эту дырочку делать с помощью сверла по дереву, по металлу, а он не сверлится. Взяли сверло по бетону. И камень раз, и раскололся на две части. Еще кусочки вот тут, видите, повыпадали. То есть, этот камешек у меня, можно сказать, что испортился. Но жалко же мне было этого дерева. Что же мы сделали? Естественно, приложили, значит, клей, эти все, склеили, и получилось вот такое дерево. Но, видите, вот здесь видны еще трещинки. Что же я могу сделать? Я могу вам показать, как эти трещинки мы можем все-таки ликвидировать. То есть, я беру свой любимый клей-мастер. Он очень хорошо клеит, да? Замазываю трещинки. Сейчас мы это сделаем с вами. Вот. Пусть его будет много. Он хорошо, что он прозрачный, этот клей. Это мне очень нравится. Он высохнет, и ничего видно лишнего не будет. Теперь я беру свои камешки, которые я, как вы видите, покрыла лаком. И закладываю. Вот таким образом у меня получится моя дальнейшая поделка. То есть, их можно засыпать побольше, можно еще клеем потом приложить. И вот у меня получится полностью вот такое вот красивое дерево. Когда оно у меня высохнет, я его еще раз скрою лаком. Вот у меня лак для ногтей, гель. Лак, гель, у кого что будет, что вам не жалко взять, то и берите. И вот получается вот такое вот замечательное дерево счастья. А для меня память о Южном Урале и о камнях, которые я там собирала. На этом всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok